Доброго дня подписчикам моего канала и гостям моего канала и всем кто смотрит мое видео сейчас я хочу вам показать как я укореняю ставлю на укоренение розы ну немного изменю свою так сказать тактику беру бутыль точнее два бутыля они разного размера вот разрезал чтобы одна верхняя во вторую вот так подошло можно сказать повезло потом мы ее засунем в этом бутыле я проделал отверстия тут раз два три четыре штук пять ножиком для того чтобы не заставил вас влага теперь беру грунт я для черенков роз когда дома укореняю всегда применяю грунт именно для тех цветов которые собственно ставлю на укоренение насыпаем грунт насыпем у нас черенок вот небольшой это лидио патио спрей и на всякий укажу сегодняшнее число сегодня второе ноября примерно сантиметров 15 но такой он был больше не было конечно я бы вы чуть подлиннее бы выбрал но не было больше сантиметров 15 у нас черенок значит где-то сантиметров 10 я насыпаю сюда грунт даже чуть поболее получилось немножко немножко примнем так чтобы рыхлая земля была потом я палочкой так я делал с черенками винограда палочкой делаю отверстие диаметром примерно получилось от расшатал штабик у меня где-то сантим на сантим я расшатал до сантиметров двух где-то насыпаю потому что просто в грунт втыкаешь бывают черенки загнивают но у меня запаса нет из черенков поэтому я не буду рисковать одним черенком и я сделаю так как делалось виноградом я вот насыпаю в отверстие песочек втыкаю туда черенок так чтобы он до конца не доходил до дна сам черенок насыпаю песочек можно песочка еще сверху грунт засыпать чтобы вот так сказать влагу удерживала проливаем водичкой комнатной температуры даже чуть теплее я ее батареи прислонял бутыль вода предпочтительный со снега дождевую или отстоявшуюся сразу с крана наливать нежелательно все теперь остается надеяться что черенок за счет того что там насыпан вокруг его песок не будет чернеть и не будет гнить берем вот нашу вторую бутылочку закрываем далее я подпишу число название и поставлю на светлое окно я пока оставлю чтобы она была закрыта как только начнутся начнут прорастать листья будут они там скажем по сантиметру полтора-два я я пробку уже открою чтобы поступал воздух и дальнейшие поливы буду больше проводить снизу немного сверху буду увлажнять прошло 10 дней вот у нас череночек лидии патио спрей я фотографию вставлю самой розы видеоролик прошло вот 10 дней 2 числа мы ее ставили на укоренение посмотрим что у нас получилось подвинь поближе камеру вот они листочки хиленькие еще такие вот она вторая почка просыпается видим что ствол не почернел не подгнивает то есть она прекрасно себя чувствует на даче то у нас песчаная почва там много песка в ней я просто вот ну она и прорастает и теперь я буду производить поливы немножко сверху примерно вот как виноград поливаю граммов по 30 наверное граммов 30 вижу что по почве пропиталась и и хватит а можно производить полив снизу конечно емкость на поглубже например так вот это наливаем водички минут 20-15 на постояла грунт взял себя сколько надо воды и дальше потом освобождаем емкость от остатков воды и так ставишь вы все как бы я ее теперь прикрываю крышечку она у меня крышечка постоянно была закрыта чтобы не выходила влага а теперь я ее буду при открывать для проветривания раз наверное в день раз в день этого будет достаточно это роза она укорененная на даче я ее привез с месяц назад видим у него жеки и листики там она росла под 5 литров к укоренялась той самой земли песчаной про которую я вам сейчас только говорил и вот видим она себя прекрасно чувствует и она в таком виде тоже будет у меня расти медленно но уверенно на окошке и весной я уже высажу их в сад паса также в моих видеороликах вы можете посмотреть посадку роз обработка от вредителей укоренение роз на дачном участке ну пока на этом все с вами был клуб садоводов хабаровск с александром крылатого